Еженедельное совещание в администрации городского округа город Буй во вторник 15 сентября началось с поздравления вновь избранного главы города Валерия Катышева с победой на выборах, состоявшихся 13 сентября. Население Буя во второй раз выразило поддержку именно этому кандидату. Напомним, что Валерий Катышев до выборов был действующим городским главой. Его результат на этих выборах более 52% голосов избирателей. Мы убедительно победили. Конечно, было сложно при таком трейсинге со стороны оппонента, но, тем не менее, разве хороший результат убедительный? Мы вас все поддерживаем и будем поддерживать. Надеемся, что будем все вместе работать в вашей команде. Глава поблагодарил всех, кто его поддержал в непростой предвыборный период и прокомментировал результаты голосования. Мы были готовы к провокациям. Был ряд мелких нарушений. Но, в целом, я скажу, что день выборов прошел нормально. И ожидания самых худших там больших провокаций не оправдались, слава богу. У партии Единая Россия получили достаточно хорошую поддержку. Конечно, в целом, немножко хуже, чем по области город получил. На район получил хорошую поддержку. Депутаты, те, которые, так сказать, выдвигались в городскую думу, большинство из них, подавляющее большинство, они подтвердили свой, так сказать, свой мандат. Два мандата у нас из 15 получает партия «Справедливая Россия», два самого движенца и 11 депутатов, члены партии «Единая Россия». Это хороший результат, как он, в принципе, был на предыдущих выборах. Я бы сказал так, что основа – это депутаты, которые работают в Думе уже не первых судов, будут работать. Это Крылов Сергей Валентинович, это Комиссарова Оксана, Мосина Оксана, Михаил Лео, Горин. Добавляются, конечно, и новые люди. Михаил Владимирович Бельков пришел, стал депутатом, еще и Валенков Андрей. Это, я скажу, что сплав, наверное, людей, представляющих различные отрасли и различные профессии. Только тогда Дума будет сбалансирована, когда она представляет интересы всех жителей, то есть в разных, так сказать, отраслях, направлениях. Тогда можно вырабатывать единую стратегию развития всего города. Не конкретно какого-то направления, какого-то района, а конкретно всего города. Потому что у нас, прежде всего, Дума нацелена на то, чтобы решать общие городские проблемы. Я считаю, что депутаты этого созыва, в общем, достаточно гармоничный коллектив должен получиться. Еще, конечно, не было пока распределения, то есть нужно ждать официального объявления результатов. Это 10 дней окончательного подсчета голосов. Ну, после стечения 10 дней, в течение 30 дней, глава должен принести присягу и приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Что касается областной думы, то у нас Олег Николаевич Скобелкин стал депутатом Костановской областной думы. Александр Вадимович, до подведения итогов, пока мы, так сказать, ожидаем решения избирательной комиссии. Надеюсь, что тоже станет депутатом Костановской областной думы. Ну, мне хочется еще раз бы всех поблагодарить за поддержку, за доверие. Это действительно были выборы очень трудные. Было большое количество, так сказать, такой неправильной информации, я бы сказал, клеветы. Мой адрес, я скажу, что для решения таких проблем, решения проблем должности главы города, мы подключились даже силы, так сказать, и самые главные оппоненты нынешней, так сказать, системы и власти в нашей стране, это такая партия Парнас. Ну, я скажу, что жители проявили достаточно, так сказать, выразили свое мнение в отношении партии Парнас. Там всего меньше, меньше 2% эта партия получила, несмотря на такую громкую скандальную кампанию. Ну и люди, которые опирались, рассчитывали на поддержку этой партии, я бы сказал, одиозной, тоже не получили поддержки жителей. Потому что проблем много, и я скажу, что те разговоры о том, что там глава города не будет работать, я сегодня второй рабочий день, я на рабочем месте. И администрация вся работает, начали реконструкцию стадиона «Спартак», как мы обещали, значит, ведем подготовку к зиме. То есть, в принципе, все в штатном режиме, я бы так сказал. Поэтому город будет жить и работать. По уставу города Буя глава будет выполнять свои обязанности на непостоянной или неосвобожденной основе, попросту на общественных началах. Как бы я ни работал, все равно люди будут спрашивать с меня, потому что они меня выбрали. Ведь цель-то была прямых выборов, можно было сделать по-другому, избрать писателя Думы, как у нас некоторых муниципалитет так делает. Но я считаю, что цель-то другая совершенно. Я не боюсь ответственности, я всегда работал на любой должности. Будьте на общественных началах, будьте на, так сказать, основное место работы. Ведь это зависит от человека, как он к этому относится. Скажу, что у нас работает активный общественный совет, активно работают другие советы. Там люди вообще ничего не получают из этого. Но работают, активно работают, помогают нам в решении многих вопросов. Поэтому жизнь покажет, как люди оценивают нашу работу. Пока оценивают нормально. Но я считаю, что за этим, по идее, будущее. Это вот и есть настоящее самоуправление, городское самоуправление. Когда люди идут сюда не за деньги работать, не за там должности какие-то, не за какие-то льготы, а именно и приходят работать как самоуправление города или какого-то населенного пункта с целью решить проблемы горожан. Поэтому я считаю, что это нормально. Я бы сказал так даже, весь цивилизованный мир так живет уже десятки и сотни лет. А почему мы-то этого боимся? Я еще раз хотел показать, что должность головы это не должна быть источником дохода. Это должно быть служением, по большому счету, людям. Вот и все. Еще раз хочу поблагодарить всех боевлян за оказанное доверие. И надеюсь, что мы все вместе сможем решить все проблемы, которые были озвучены перед выборной кампанией. И те проблемы, которые стоят перед нашим городом.